Всем привет! Это новости телепроекта Дом 2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Александра Артемова и Женя Кузин не могут купить квартиру. На днях Саша сообщила, что долгожданная сделка по покупке квартиры для нее и Евгения так и не состоялась. Все дело в том, что жилье, которое присматривали и хотели купить Женя и Александра, в самые кратчайшие сроки подорожало на целых 2 миллиона рублей. Сейчас парочка не знает, что делать дальше и в каком районе столицы приобретать недвижимость. Более того, Артемова не понимает, откуда брать деньги и если понадобится добавить на квартиру. Ведь сейчас их заработки не такие большие, как были на телепроекте Дом 2. Тата Абрамсон жалуется, что в социальных сетях ей чуть ли не ежедневно поступают негативные сообщения от фанатов. Девушка рассказала, что зрители проклинают ее и желают очень страшные вещи. Тата старается обращать на это как можно меньше внимания, однако злость все-таки накапливается и ее нужно куда-то выплеснуть. Ольга Рапунцель обеспокоена из-за своих волос. Девушка славится своими шикарными волосами, о которых знают абсолютно все зрители. На днях Оля призналась, что жизнь на острове любви существенно повредила ее волосы, и часть из них просто выпала. На Сейшелах у Рапунцель просто не было возможности нормально ухаживать за собой и в частности за прической. Марина Тристановна наконец занялась тем, зачем пришла на Дом 2 – преображением. Вчера она побывала у пластического хирурга, который сделал ей блефоропластику. Антон Шокки и Виктория Комиссарова вместе уехали в Краснодар. Лера Фрост вчера ездила на романтическое свидание. С кем не признается, неужели Диму Лукина у Маши увела? Новенький Илья Грин очень надеется, что Поляна поможет им с Майей в развитии дальнейших отношений. Парень сообщает, в данный момент укрепление отношений проходит успешно. Все свободное время мы стараемся проводить вместе, чтобы узнавать друг друга и быть уверенными в искренности наших чувств. Все теперь знают, что Андрей Черкасов отвечает за международные кастинги. Ведь он будет искать таланты не только по всей России, но и за ее пределами. Мужчина организует встречи с фанатами, проводит с ними беседы, а заодно устраивает собственные концерты. И только одно омрачает бравого офицера, ведь бывшие участники в лице Александра Задойнова и Глеба Жемчугова пытаются отбирать у него хлеб. Ребята также гастролируют по маленьким городам, обещая рассказать, как стать популярным и знаменитым благодаря телестройке. Черкасов призывает всех не верить этим аферистам, ведь только он может помочь стать действующим участником Дома 2. Да только это не последняя проблема Андрея, ведь вчера в сети появилась афиша, на которой было написано, что один из главных кастингов в Рязани будет проводить не только он, но еще и Александра Харитонова. Для всех очевидно, что Саша на Доме 2 не задержится, ведь отношений она там не построит, карьеру тоже. Вот и старается подружка Наталья Варвина пристроить Харитонову хоть куда-то, и вполне возможно, что она скоро заменит на этой должности Андрея Черкасова. На днях Барзиков и Полыгалова разругались по неожиданной причине. Когда Ваня бросил Иру Пинчук и начал отношения с Лизой, зрители поговаривали, что им вдвоем будет очень комфортно, потому как даже качаться могут вместе, а потом вечером выяснять, кто был круче днем. Оказалось, что все не так уж и радужно, по крайней мере для Лизы, которая, наверное, так и представляла их тренировки. На острове парочка разругалась из-за того, что Полыгалова хотела качаться с мужиками, а Барзиков заявил, что кубик ему не нужен, и пускай Лизой идет к дамам и занимается спортом, как полагается, женской половине. Но и Лиза не промолчала и заверила, что ей советы по спорту не нужны. Она сама все прекрасно знает. По мнению Лизы, если она накачается еще внизу, то не будут заметны ее перекачанные плечи бодибилдера. А Иван уверен, что будут заметны плечи, и низ станет еще ужаснее. А ему все-таки хочется иметь во всех смыслах этого слова девушку, а не мужика. В итоге Барзиков довел Полыгалова до слез, но на данный момент ребята уже помирились. Кстати, эти ребята являются самыми опытными участниками среди Сейшельского коллектива, поэтому имеют небольшой авторитет. В частности, по замыслу организаторов, именно эта пара должна, в случае чего, вытянуть провальный сезон Острова Любви и показать настоящее шоу. По мнению многих зрителей, руководство проекта пошло намного дальше и решило сделать Ивана соведущим. В данный момент именно Барзиков занимается всеми организационными вопросами, проводит конкурсы и регулирует самые острые конфликты в коллективе. Несмотря на то, что официально роль ведущего Вани никто еще не давал, все понимают, что эта должность уже за Барзиковым. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.